Эжвенский район Сыктывкара отметил полувековой юбилей. За 50 лет небольшой поселок Слобода превратился в солидный промышленный микрорайон, в котором сейчас живут почти 60 тысяч человек. О том, как чествовали именинницу, расскажет Нина Чешкова. Мажоретки с барабанами, воздушные шары и яркие флаги. Золотой юбилей Эжвы подводит черту под полувековой историей, рассказывающей не только о районе Труженики, но и об особой сплоченности духа, которой славятся эжвенцы. В честь именинницы ее жители устроили парад улиц. И, конечно, в день рождения не обошлось без подарков. Я тоже хотел бы объявить о том подарке, который республика сегодня делает Эжве. Этот подарок – это ледовый дворец, который мы начинаем строить. И первые 30 миллионов поступает сегодня в город для того, чтобы это строительство начиналось уже сейчас. С праздником, дорогая Эжва! С пустыми руками приходить на праздник Негожа к ледовому дворцу рядом. Мы уже заложили первые метры парка. В следующем году будет строительство полноценного парка Эжвы. С праздником! А вот открытие. Свободная Wi-Fi зона на Слободской площади. Сюрприз от Ростелекома. Эжвенцы подарок оценили и тут же им воспользовались. Кстати, это не единственная точка бесплатного доступа в интернет в Сыктывкаре. Во всех аэропортах республики открыты такие же зоны. И мы открываем сегодня зону еще на железнодорожной станции в Сыктывкаре. Эта свободная точка нужна для того, чтобы люди, будучи в виртуальной жизни, встречались и в реальной жизни. Такая вот некоторая реальная площадка виртуальных знакомств. Масштабная ярмарка продажа, десятки творческих площадок, арт-пленер, спортивные состязания и открытие дерева желаний. Его-то не теряя времени даром и облюбовали молодожены. Это сказочное растение ознаменовало начало строительства обещанного в подарок народного парка. С днем рождения, Эйшва! Я люблю, потому что это моя родина. Мы хотим пожелать ей чемпионов, чтобы она растила. Чемпионов во всем и везде, чтобы быть везде на слуху и быть как можно известней, тогда и жизнь наладится. Чтобы Эйшва прославилась своими чемпионами, лучшими из лучших. Внезапно свои коррективы в ход праздника внесли помрачневшее небо и дождь. Пара минут и людей буквально смыло с Эжвинских улиц. Остались лишь те, кто предусмотрительно захватил с собой зонт. Эти смельчаки рассуждают так, не растаем, не сахарные. И все же веселье поубавилось. Вопреки всему, капризы погоды не стали помехой финальному аккорду юбилея – праздничному концерту. В начале театрализованного действия торжественную колонну возглавили автомобили, украшенные макетами эжвинских достопримечательностей. Этот картонный храм на колесах вместе с бумажной администрацией, двумя памятниками ДКБ и известным промышленным предприятием организаторы выставили на удивление эжвинцам. Похоже, удивить удалось. Впрочем, это еще не все сюрпризы. Как будто подчеркивая значимость момента на юбилейную сцену, лидер группы «Ронда» Александр Иванов вышел в блестящем пиджаке. Под его вечно популярные песни «Золотой день рождения» для Эжвы завершился праздничным салютом. Нина Чешкова, Георгий Горин, телеканал «Юрган», Эжвинский район.